Стоит ли убирать зимой снег на участках памяти? Пришла зима, выпадает много снега. На кладбище, естественно, на местах памяти тоже лежит снег. Сегодня мы уберем одно из таких мест памяти и возложим наш эксклюзивный букет, наша композиция. От эпитафия. Стоит ли расчищать зимой дорожки и могилы на кладбище? Потому что многие думают, что с приходом весны снег растает, все само по себе нормализуется, ну и можно будет уже благоустраивать. ПЕСНЯ НЕВАЕТАНИИ Вот сколько здесь лежит снега. По моим ощущениям, сантиметров 30 точно слой. А сейчас вообще не холодно, и, в принципе, он потихонечку сходит. Его вес постоянно давит на памятник, естественно, на сам гранитный комплекс. Там наверняка цветник, что-то еще. Ну и получается, до весны, если не убирать это, постоянно снег он будет давить. Так же, как и на все остальные. Стоит ли чистить дорожки зимой, брать лопату в администрации на кладбище, если есть такая возможность, и пробивать этот путь к месту памяти. Вот как вы считаете, либо ждать, когда все это само растает весной. Вот я в обуви, достаточно зимний, большой, и, естественно, пройти совершенно непросто. А этот путь уже кто-то сегодня делал, я просто пытаюсь пройти по его шагам. Вот как вы считаете, стоит ли убирать? Уборку на местах памяти можно производить в любое время года. Это не зависит от религии. Это разрешено, это официальная информация. Ну и, как вы понимаете, совершенно другой вид, когда места памяти убраны. Вот, например, мы проходим мимо гранитного комплекса. Здесь и гранит, и мрамор, и здесь недавно была уборка, а сейчас зима. Ну и, конечно, вид, и для посещения совершенно все по-другому выглядит. Это очень удобно. Места памяти нужно убирать зимой, если вам это нужно в праздники какие-то церковные. Как раз в конце февраля, в начале марта Месопустная суббота. Также есть, естественно, другие праздники. Ну и если у вас какая-то дата для посещения человека, который похоронен, усопшего, если есть какой-то момент, когда нужно помочь, убраться, чтобы был проход. Это касается дорожек, местам памяти. Все это есть на сайте Эпитафия, в определенном разделе. Можете посмотреть и обратиться к нашим специалистам. Как видите, здесь все убрано, к каждому участку можно подойти. Это очень удобно, здесь можно посетить все с комфортом. Ну и я здесь, на самом деле, нигде не испытал трудностей. Как видите, все идеально. Есть такое поверье, что вот снег убирать с могил нельзя, что он души умерших сдерживает. Ну и, в общем-то, это все на самом деле миф. Такого нет ни в одной церкви. Это официальная информация в разных религиях. Конечно же, все можно убирать. Можете приходить зимой и место памяти благоустраивать, убирать снег, мыть памятники, делать все, что вы считаете нужным. Тяжелый снег-то. Вот сейчас этот мокрый снег, он давит на всю конструкцию. Какой бы здесь ни был комплекс гранитный, он этот вес испытывает. Это происходит несколько месяцев, практически квартал, как минимум. Снега, как видите, много. Как видите, очень много снега зимой. Заказывайте уборку мест памяти. Мы можем все сделать красиво, вовремя, все аккуратно. Душа у вас болеть не будет, вы будете довольны. И когда будете посещать место памяти, никаких проблем не возникнет. Все будет с комфортом. После уборки места памяти наш сотрудник Наталья возлагает композицию от эпитафии. Это композиция из живой ароматной пихты премиального сорта Нобелес. Собрана она по кругу с местом под лампадку и украшена в мире в минималистичном природном стиле шишками, стабилизированной травой лимониума и коробочками мака. Немного праздничной нотки добавляет в белые шарики и небольшие свисы из бусин. Наша вторая композиция на второе место памяти в цветник. То же самое, это эпитафия. Все с любовью сделано, с лампадкой. Родственники совсем скоро придут и зажгут свечи лампадки. Место памяти, как вы видите, после уборки, после благоустройства выглядит совершенно по-другому. Теперь здесь все видно, все надписи, все фотографии, которые были не видны. Естественно, здесь можно спокойно находиться и побыть со своими близкими. Эпитафия, наши близкие живы, пока жива память о них. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова